Несмотря на пандемию COVID-19, которая в течение двух лет не способствовала развитию туристической отрасли, в этом году Даугавпилс вновь готов принять гостей и предложить им различные возможности для отдыха и изучения культурно-исторического наследия и природных объектов региона. На данный момент у нас есть несколько новых объектов в Даугавпилской крепости, которая является главной туристической достопримечательностью города. Но мы также смотрим на городскую среду и природное наследие. Это Истропское озеро и Даугаво, вблизи которых создаются новые места для прогулок. Обустраиваются такие туристические достопримечательности, как Латгальский зоопарк, его окрестности и болота на Испланаде. Мы также рассматриваем предложения для семьи с детьми. Здесь объектом туристической инфраструктуры является Даугавпилский инновационный центр, где планируется создание новых экспозиций. Даугавпилская крепость однозначно является одной из достопримечательностей в сфере туризма. И здесь открыт новый объект – дом Мартинсона. В летний сезон планируется открытие инженерного арсенала с новыми экспозициями, а также открытие седьмого бастиона. Мы думаем об общественном открытом пространстве. Всего реализовано проектов на 14 миллионов евро, поэтому инфраструктура крепости, несомненно, будет одним из приоритетов и в будущем. Например, сейчас мы планируем разработать проект восстановления сада Даугавпилской крепости. В целях развития сотрудничества между городскими поставщиками туристических услуг и экспертами отрасли в Даугавпилском центре искусств Марка Ротко 17 мая прошел туристический форум «Даугавпилский туристический рестарт», организованный агентством развития и информации туризма Даугавпилского городского самоуправления. Участники презентовали актуальное предложение туристических объектов и поделились опытом организации работы в период пандемии. По итогу мероприятия в ближайшее время будет начата работа по разработке единой концепции развития туризма в Даугавпилсе. Сегодня ситуация такова, что, возможно, предыдущий опыт и анализ ситуации уже не работают, потому что два года показали, что все изменилось как в туристической отрасли, так и в других сферах. Туризм имеет перспективу, особенно в нашем городе, потому что Даугавпилс очень богат культурными достопримечательностями, культурным наследием, историей. Нам есть что показать, только мы должны работать вместе. Именно в этом и заключается цель нашего туристического форума. Руководитель туристического портала BalticTravelNews.com Айварс Мацкевич также признал, что Даугавпилская крепость и имеющиеся природные ресурсы обеспечивают городу большой потенциал в сфере туризма. Даугавпилс, прежде всего, второй по величине город страны, и это уже очень важно. Это город-реки. Благодаря крепости и центру марка Ротко Даугавпилс расцвел. Я считаю, что Даугавпилс должен все больше и больше развивать свою крепость и центр Ротко. Да и вообще, вся организация туризма Южной Латгалии принадлежит именно Даугавпилсу. В сфере туризма Даугавпилс активно сотрудничает с самоуправлением Аугждауговского края, создавая совместные туристические маршруты и организуя различные мероприятия по продвижению туристических объектов города и края. Больше информации о возможностях туризма в Южной Латгалии ищите на visitdaugavpils.lv. Сюжет подготовил отдел коммуникации Даугавпилского городского самоуправления.